Тоже добро пожаловать на второй этап Формулы 1 на гран-при Бахрейна. Ну что же, здесь у нас перспективы такие себе, поскольку движок у нас очень плохой, мало мощности, поэтому рассчитывать на такой же хороший результат, как был в Австралии, не стоит. Но в принципе, за счет тактики в один пидстоп, я думаю, мы сможем прорваться куда-либо, потому что все те, кто придут в третий сегмент, они будут делать стратегию гарантированно в два пидстопа, поскольку все придут в основном там на софте, и единицы могут там пройти на медиуме. Вот, например, Льюис смог все-таки пройти на медиуме, значит он будет стартовать на медиуме, и значит мы уже знаем, кто выиграет этот этап, поскольку стратегия в один пидстоп здесь очень и очень сильно доминирует по отношению к стратегии в два пидстопа. Соответственно, наши главные оппоненты это те же гонщики, что будут делать стратегии в один пидстоп. Те, кто будут делать стратегии, опять же, в два пидстопа, я их не учитываю. Те же Феррари и Редбула мы точно не догоним, Вальтер и Ботса мы тоже не догоним, но вот как раз-таки болиды группы Б мы, скорее всего, точно сможем обогнать, и, соответственно, мы будем уже бороться изначально за хорошие позиции, за какие-то мачки, за 6-8 очков, но для нас это, в принципе, очень хорошие очки. Ладно, стартовая шутка у нас. Первый Льюис Хаммель, второй Шарли Клер, третий Себастьян Фиттерли, четвертый Вальтери Боттус, пятый Макс Ферстаппин, шестой Пьер Гасли, седьмой Чака Перес, восьмой Кевин Магнус, девятый Кимми Райкнин и десятый Роман Грожан. Неплохая квалификация для Чака Переса, поскольку все-таки у Рейсинг Пойнт есть кое-какая мощность напрямых, то, скорее всего, стратегия в два пидстопа у них отыграется, и они не потеряют позиции по отношению к нам, тем, кто будет делать все-таки стратегию в один пидстоп. Так что да, в лучшем случае стоит рассчитывать на седьмую позицию, если нам, конечно же, опять же повезет. Ну и переходим к старту. Кастинг Красногни, я кое-как, опять же, срываюсь в место, как обычно, проигрываю старт, мне тут же обходит слева Живинации, пытался слева также обойти и Строл, что у меня, в принципе, получается, там уже и Кэтп хотел подключиться, но по внутренней траектории я влетаю прям в первый поворот, въезжаю прям в Апекс, въезжаю немного в Грожана, но благо, пошло все минеральными контактами, я не поломал себе ничего, но он сразу прорвался сразу на одиннадцатую позицию, и, соответственно, уже в четвертом повороте попытался таквать Грожана, но получилось только поравняться с ним, но за счет софта он лучше уходит из поворота, и по итогу я остаюсь позади. После этого я начал, соответственно, преследовать Магнусона, который в этот момент уже успел разобраться с Райкелином и Сайенсом, но не смог оторваться от этой группы, и в конце пятого круга они начинают уже борьбу между собой, тут еще я присоединяюсь, и по итогу у нас начинается прямая, где у нас есть РС, Слепстрим, обгонный режим, обогащенная смесь, я начинаю проходить сначала Сайенса, еще Слепстрим от Райкелина, прошенник разгоняюсь, еще обхожу Магнусона, и уже к повороту первому подходим бок о бок с Райкелином, и также его прохожу на выходе, и выхожу сразу же на восьмую позицию. Неплохой такой обгон сразу троих оппонентов, конечно, да, они, значит, любят тут же атаковать через пару трех кругов, все-таки я отлихать от них не могу из секунды, и за счет я начинаю потихоньку огребать, Райкелин лучше проходит секцию из первых трех поворотов, лучше выходит за счет Слепстрима и Дресса, меня без проблем начинают уже атаковать, но максимум, что он смог это поравняться со мной, не успел он меня пройти до четвертого поворота, по итогу мы начинаем ехать бок о бок в конце первого сектора, в начале второго, даже Райкелин успевает вперед уйти, но я его догоняю в Эске, за счет внутренней траектории прохожу его, и выхожу обратно на свою восьмую позицию, но, конечно же, недолго я расслаблялся, на восьмом кругу меня уже тут же обходит снова Райкелин на старт с внешней прямой, слева у меня пытается обойти Магнусен, и по итогу меня вдвоем они обходят, также позади уже был Сайенс, который также намеревался мне обойти, но у него, к сожалению, не хватило темпа, чтобы мне обойти так же, как я обошел всю эту троицу, напрямую я постарался навязать пробу Магнусу, постарался с ним поравняться, Райкелин тут же его пытался блокировать, я также попытался обойти еще и Райкелина, но по итогу у меня этого не вышло, у них завязалась уже проба между ними, бок о бок они шли, и потом Магнусен так же прошел, но вы спросите, почему тут идут такие переходы неожиданные, все потому, что у меня проблемы с рулем опять же случаются, снова уезжает центр, я решаю приостановить запись, из-за чего выхожу из игры еще, и забываю выключить ее, соответственно мне пришлось немного восстанавливать запись, поэтому она чуть хуже была качества, чем вот сейчас, например, картинка, потом меня входит также Феттель, и все, потом у нас начинается уже борьба с Сайенсом за виртуальную седьмую позицию, по итогу мы так вот обменивались потихоньку, и позади к нам подкатывался уже потихоньку так же и Норрис на эту вечеринку, с Сайенсом у нас вышла довольно ожесточенная борьба за эту позицию, как обычно, он у меня обходит на выходе с третьего поворота, я его обхожу, точнее, поравнялся с ним перед входом в четвертый поворот, и вот так вот мы обменивались по сути позициями до конца почти гонки, то есть да, мы почти до конца гонки, там до 27-го, 26-го круга, так обычно и обменивались позициями, пока там к нам не подъехал также еще Рикьярдо под конец, ну вот, собственно, еще одна атака на 12-м кругу от Сайенс, я решаю переклицать траекторию, что у меня удается, и по итогу, опять же, отвоевываю свою позицию обратно, но уже потихоньку-потихоньку к нам подходил еще у меня пидстопа, то есть 12-й круг был, пидстоп у меня был на 13-м кругу, по крайней мере, я только распланировал, потому что Мидиум потихоньку уходил, особенно на задних колесах, из-за чего сцепления потихоньку-потихоньку уходило, его просто не хватало, к концу 19-го круга у меня уже Норрис пытается обойти, и уже он нас успел догнать, дальше у нас идет старт в чинише прямая, где шансов у меня отбиться от Норриса будет очень и очень мало, поскольку у меня есть слепстрим, ДРС, и без каких-либо проблем у меня начинает проходить, я же пытаюсь как-то все-таки защитить свою позицию, но понимаю то, что это бесполезно, и проще будет готовиться к контр-атаке в четвертом повороте, поскольку на следующем поле у меня уже будет ДРС и слепстрим, соответственно, я без каких-либо проблем подъеду к Норрису, и смогу его атаковать, позади Сайенс слегка подотстал, но это опять же на время, все-таки отъехать от него мне было крайне-крайне сложно, ну и в четвертом повороте я поравлялся с Норрисом, и спокойно его обошел, ну а потом у нас идут опять же пидстопы, на которых меня в принципе неплохо обслужили, ну как неплохо, почти 3 секунды пидстоп, ну ладно, это опустим, я выхожу чутка впереди Сайенс, и поэтому он оттормаживается на пидстопе, и я выхожу впереди него, но Норрис выходит впереди меня после своего пидстопа, да еще и в 2 секундах, что было очень-очень плохо, соответственно я догнать его особо не мог, поскольку темп у нас был плюс-минус одинаковый, и в какой-то момент так же мне еще и Сайенс начинал атаковать, еще и так же начинал терять время, потому что мы начинали проходить какие-либо повороты там боковок, особенно в первом секторе в начале второго, вот собственно опять же атака Сайенса, опять же он у меня проходит до первого поворота, но потом идет следующая прямая с ДРС, на которой я постарался уже его атаковать, но к сожалению ничего не получилось, и я решил то, что ладно, окей, без проблем, я покатаюсь за тобой целый круг, дальше будет старт финишная прямая, где ты так же как я проиграешь восьмую позицию, да, уже мы боролись за вверх восьмую позицию, конечно, в принципе для меня это неплохо, поскольку стартурая с 14 места, для Сайенса я думаю это не очень хорошо, но Норрис в принципе в Маклароне неплохо, так отвоевал свою седьмую позицию, да и уехал от нас. К этому моменту к тому же потихоньку, потихоньку подбирался Рикардо, так как мы постоянно с Сайенсом боролись, также я вот иногда пытался в предпоследнем повороте специально притормозить раньше, чтобы получить ДРС, но порой этот план иногда не очень хорошо работал, поскольку я терял чуть-чуть больше времени, чем преоборотал за счет этого ДРС, мне уж было проще бы обойти Сайенса на второй прямой, поскольку отъехать друг от друга мы просто физически не можем, поскольку болиды у нас плюс-минус одинаковые, ладно, Макларона получше болид во всем, ну, кроме двигателя, двигатели у нас одинаковые по мощности, из-за этого мы не можем далеко уехать, а разницы в аэродинамике в шасси у нас, ну, не сильно большие, поэтому пороться мы друг с другом можем спокойно наравно, что собственно и происходит, из-за чего мы теряем опять же время по отношению к Норрису, потому что у него были планы его догнать, но после пары-тройки атак Сайенса, я уже понял то, что это бесполезное дело, надо просто удержать свою восьмую позицию до конца гонки, что мне в принципе удается, к нам подъехал тогда Рикардо, он обогнал Сайенса к этому моменту, но по итогу с два круга до конца гонки они ничего мне не смогли сделать, они были в дрессе, но достаточно, чтобы атаковать, ну и также Сайп Трим был не особо эффективен на таком расстоянии. Восьмое место, неплохой результат, в отличие от некоторых топовых команд, а в частности в отличие от Ботаса, который вторую гонку заканчивает вне очковой зоны, и в этот раз по проблеме с ДВСом. Просто провальный начало сезона для Ботаса, отличный начало сезона для Юиса, вот как-то в Мерсесе, вот 50 на 50 у них все получилось, один едет, второй не едет вообще. Ну ладно, это все-таки начало сезона, потом мы увидим, что будет там в Мерсесе дальше происходить. Феррари приезжает дублем на второе и третье место, шансы, конечно, у Феррари были выиграть этот этап, но опять же, если только что-то произойдет у Льюиса с Болидом, ну, Ботас уже произошел, соответственно, с Льюисом все должно быть в порядке, а то какая-то странная карьера бы получилась, где Мерсесы не доминируют, это было бы очень и очень странно. Ну ладно, Льюису доминирует и дальше. Феррари в этот раз ничего не поломалось, как это было в Австралии, когда у Леклера опять что-то случилось, там, наверное, опять ЕРС какая-то проблема, из-за чего он потерял три позиции. Ну и так же Рэдбулы более-менее поехали на четвертом и пятом месте, Гасли в этот раз приехал в нормальных очках, а не как это было в Австралии, где он приехал там где-то с седьмым или восьмым, или даже с девятым. То есть, ну, более-менее нормально в этот раз приехал позади своего напарника, как и должно, в принципе, быть. По поводу опконов сказать что-то не могу, поскольку повторовки я не видел, но, в принципе, все тут выигрывали за счет пидстопов, стратегии в один пидстоп, например, Рэкклин и Магнус провалились, из-за того, что у них была стратегия в два пидстопа. В принципе, получается стандартный этап, где, как обычно, у нас все решает стратегия, и, по крайней мере, стратегия в один пидстоп именно. Ладно, так же хотел бы вернуться к вопросу о своем руле, то, что у меня возникает часто уже постоянно с ней проблемой, проблема в основном заключается с энкодером. Поэтому, ребят, если вам хочется поддержать канал и данную рубрику ОФ1, то в описании есть ссылка на Nation Alert, в которой вы можете поддержать наш канал, также закинуть деньги на новый энкодер. Денег, в принципе, стоит не особо больших, 1300 рублей, но в данный момент у вас свободных денег на покупку нового энкодера. Поэтому, если вы хотите, скидывайтесь, никого не принуждаю, это лишь ваш выбор. По модификациям, как обычно, я говорил, то, что мы пока качаем скидки, и сразу же берем до 30%, и я думаю, что это будут последние скидки, поскольку на 40% брать есть смысл, но она купится довольно поздно, и поэтому проще взять сразу же отдел качества, и уже после 4-5 этапа начать уже прокачивать свою аэродинамику, и, соответственно, уже потихоньку наращивать скорость, и, соответственно, уже начинать потихоньку выигрывать. Также появилась возможность взять себе оппонента, я посмотрел по техническим характеристикам наших болидов между Рено и Рейсингпоинт, и решил то, что возьму все-таки Рикьярда. С ним я могу более-менее тягаться еще. На этом, ребят, все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока, и удачи!